всем привет я эксперт магазина джеркмания виталий филиппов прежде всего хочу вам в это непросто время пожелать крепкого здоровья а также стойко перенести все тяжести которые на нас свалились я надеюсь что в скором времени все это пройдет и мы все поедем на рыбалку и будем отдыхать от этих проблем хочу вам сказать что магазин джеркмания выполняя все санитарные эпидемические нормы продолжает работать мы отправляем ваши заказники регулярно так что заказывайте если что вам интересно и не волнуйтесь все к вам придет но начнем с того что за последнюю неделю прошло очень много товара есть кое-что интересно и сейчас мы это все это рассмотрим я быстренько постараюсь так рассказать прежде всего пришел флюр юзури дую 100 либровые 42 килограмма размоточка размоточка 27 метров 60 либров 28 килограмм тоже 20 метров и 130 либров 52 каш килограмма 27 метров это 105 вот этим флюром мы ловили прошлом году и вот два поводка у меня выдержали две рыбалки видите есть правда зазубрины вот этот нижний поводок я тащил десятку просто весь флюр был в пасте и то есть в фильме про ямал но в одном из сюжете там как раз это все видно вот эти два поводка отслужили практически две недели и на них было поймана колоссальное количество рыбы застежки я здесь использовал четвертый номер привязывая естественно безузловым методом в тему поводков я ее качнул и решил магазин завести еще титан прозвондировал тему и пришел к выводу что окно тюкинский вот этот вот титановый материал один из лучших на сегодняшний день на рынке что мне у него понравилось это титан не тянул вот у меня в руках 100 либровый очень очень качественный прям такой гладенький приятный на ощупь вот я посмотрел много видео про этот материал и там ребята творили что-то с ним мя лего вот вот так вот вот так вот уме али прям реально мяли там все это но я думаю ну где то что наверно там ну так что все равно мягенько мутни не честному ну вот я вот у чё только с ним тут не делал вот посмотрите узел делаю такой достаточно почти уже не знаю на другому титане уже был все равно там угол бы остался вот ну тем не менее там вот этот у меня по сравнению с этим 45 либров вот видите и что интересно вот его растягиваю и он тянется и возвращается потом свое положение это я видел на одном из видео ну решил это все это воспроизвести вот заметьте что титан можно вязать узлами это вот самое важно в чем фенька то вы едете на рыбалку не знаю там что у вас там будет берете с собой титан и на рыбалке сколько вам надо отрезали и какой длинный поводок и применяете так что еще сказать по поводу этого титана проволока изготовлена в сша с американским качеством на упаковке есть как вязать узлы так что в общем то все готово применению взяли упаковочку положили ее себе в рыболовную сумочку и айда на рыбалку главное чтобы у вас были хорошие кусачки чтобы подтянуть узлы и перекусить это титан это очень удобно и не надо здесь всякие карабины всевозможные для утяжеления поводковой части которые там могут служить всяким зацепом лишним там или грязи там набором ну вот общем вещь очень хорошая сейчас магазине есть 100 либровый и 75 либровый 34 килограмма ну посмотрев на него так вот живую я решил что еще надо приобрести и 45 и 55 и 65 вот допустим для того же ловли там судака там где-то там может быть даже было бы очень хорошо такой титан очень тонкий достаточно или там ловлю там свимбейтами ну так что хозяйстве это очень даже пригодится но в свете этих уже ловли по глубине дополнил вейки это воблеры которые в основном ловят по дну очень сумасшедшее качество финское качество прекрасные расцветки их порядка 11 штук сейчас магазине так что веса 65 и 93 грамма то есть ими ловить можно там там 2 там и дунара 20 метров вот видео в ютюбе есть я не буду рассказывать как играет эта приманка здесь можно догадаться что это джиговая грузка это свободная составная часть воблером с колотушкой погремушкой она движется за счет лопаты очень эффективно играет стоит на дне торчком то есть все что нужно для ловли по дну и хорошо перескакивает еще через препятствия когда она попадает на это лопата на подпрыгивает и подбрасывает приманочку то есть какая-то часть их за счет этого сохранится от зацепов так что повторю приманка очень хорошая это и самое важное цена всего 600 рублей вы просто вдумайтесь на официальном сайте эти приманки стоит 12 с копейками евро 12 евро это больше 1200 рублей то есть это пол цены от официального производителя так что у нас магазине есть только дорогие приманки есть и дешевые приманки так как они достаются мы вам предлагаем их приобрести по каким-то таким достаточно очень доступным ценам вот не забывайте что у нас есть и недорогие джеркбейты кастомные цены на них повышаться не будут в ближайшее время не планируется так что сейчас их можно рассматривать практически под гораздо гораздо дешевле серийных джерков которые импортируются и привязаны к валюте здесь ничего не поделаешь приходится цены повышать как и на все остальное привозное ну коль мы коснулись остального привозного давайте посмотрим что на компания strike pro подогнала крючки бкк ну скажу овсетники это просто бомба я не ожидал что будет такой спрос мне они самому очень понравились я едва ли себе успел отложить два крючка 14 номера надеюсь что мы все же опробуем когда это будет теперь пока очень непонятно ну и вот сингера они изготовлены в эстонии то есть европейское качество как рекламирует производитель вот эти крючки с тефлоновым покрытием сам стингер сделано из поводочной проволоки а в ф она многожильная с покрытием ну как это будет служить время покажет второй вариант стингера вот с оснащением красными крючками вот они флюра я не очень понимаю то ли они покрашены то это какая-то оплетка на них стоит но тем не менее по-видимому здесь производитель преследовал несколько целей на мой взгляд я не нашел описание ну скажу свое мнение это один момент это флюры когда это все будет мотыляция и как-то это будет рыбу провоцировать возможно вот а второй вариант что это вот как бы такой пластик что ли может быть это для меньшего травмирования рыбы непонятно но это мы все равно града ли поздно узнаем но такие стингера они конечно подороже чем там бфт но но здесь просто крючки и сами подороже чем тот овнер который стоит на бфт кроме этого мастер джер 2 кислотники натуральные там пополнение ассортимента очень хороший выбор самых таких боевых расцветок ну и конечно как же без бастера вот такая расцветка она известная но у нас ее не было вот она наконец-то появилась что самое главное это конечно бастер джерк мотор пайк это версия шалова но так что ребята супер супер расцветка я просто вот гупит у меня самый любимый цвет я до него отбомбился просто невероятно я тут думаю что и бастер также себя проявит ну коль джерки тогда и продолжим опять про джерки александр половников бубука подослал как раз передачки небольшую такую коллекцию пополнили ассортимент вот прекрасные расцвет очки джокер 170 вот вы видите есть и меньшенький 155 и 170 очень красивые а тот мой любимый цвет скраплением глиттером крупным таким я и вообще их приравниваю наверно кислоте по что они там настолько будут видны переливаться просто крау лещики 145 мы тоже вот такие расцвет очки колоритные которые не работают уже проверенные вовчие вот ну и чанки чанки тоже там еще несколько расцветок но то я вам одну покажу все в прежнем качестве все замечательно саше огромное спасибо за трудолюбие и за то что он спешит сезону сделать красивые и правильные рассеточки которые помогут поймать хороших рыб нам но перейдем к следующим приманкам savage gear ну вот свеч гир я вот взял таких вот 4d форелик честно скажу я на них не ловил я ловил на аналогичные кастейка американского плана мне не понравились что вот эти себя представляют надо попробовать важно сама очень какая резина ну как утверждается ваш гир это последние их не разработки вот и в общем-то гарантирую что достаточно качественная вот очень хорошо протестует зубам цвета конечно 4d тут просто аховая вот крючок просто сумасшедший острый но вот этот крючок на шпильке но просто маленький я просто не понимаю вроде такая приличная приманка по размеру 20 сантиметров все же там вот и вот такой маленький крючок то есть я не знаю там он может здесь просто сложиться вот так вот напрочь и щуку ты никогда не засекешь бы ты надеяться только на этот крючок но это как-то так стремновато общем я себе такую вот одну штучку взял одну крючок обязательно поменяю и она еще смазана какой-то фигней вот который якобы привлекает рыбу я честно говоря не знаю верить в это или нет но на моей практике я сам никогда не мазал у меня мазали там соседи в лодке якобы клев был лучше как говорят там в той лодке ну я не утверждаю что это не правда ли правда так у кого наверно помогает кому-то а кому-то наверное это без разницы так в тему свинбейтов у меня как-то задавали вопрос почему мало свинбейта в магазине ну вот я исполняю ваши пожелания и добавляю вот беру хорошие проверенные свинбейты вот изуми 145 вот цвета флотинг ска там есть и побыстрее которые тонут это пяти составная приманка но то очень такая эффектная и красивая сама по себе да и работает она красиво бьется так пяти составной свинбейт это конечно не насмотреться на игру приманок но я очень обожаю вот эту вещь это классика жанра bbz 80 вот это уже история на них было поймана колоссальное количество рыб многими известными рыболовами приманки у меня в основном в плавающем исполнении почему я беру плавающие потому что очень эффективно ловить по мелководиям и если допустим тебе надо где-то половить в более глубоких местах но просто подклеиваешь сюда там 7 то может быть там 8 грамм там на по местному по месту смотришь и это свинбейт можно сделать очень медленно тонущим и подыгрывать чуть-чуть кончиком и он когда будет тонуть и чуть-чуть извиваться это такой достаточно эффективный метод по поднятия рыбы очень монотонная мощная игра на медленные проводки которая также очень хорошо соблазняет рыбу ну так что есть порядка там четырех расцветок цена хочу тоже сказать что с поднятием курса это даже не американская и европейская по такой цене и купить за границей просто невозможно ну и парни вот что здесь что здесь вот это крючки это просто жесть одни голландцы а другие датчане ну парни ну неужели вам жалко поставить для нас нормальные крючки для большой зубатой щуки но это просто конечно они острые да все хорошие но пока ты зацепишь этими крючками нормальную пасть приманку будет раздирать эти зубы там просто аж и будет жалко поэтому вот это вот мой ббз я себе тоже взял просто старый я уже как-то не даже не знаю где он не могу найти вот и я обязательно поменяю крючки и поставлю сюда бкк конечно есть младший брат бвз 60 там тоже порядка там пяти шести рассветочек ну так что можно выбрать очень хорошая приманка по таким местяковым водоемчиком объемная работает очень прекрасно уже проверено временем ну и напоследок вот такая у меня коробка запаса офсетными крючками потому что чувствую что будет проблемы это owner здесь и подгруженные крючки и обычные крючки то есть на все случаи как говорится жизни я думаю что это тема еще последующих передач мы к что я жду резину вот увлекся немножко тот хиви джигом и решил для магазина тоже подтянуть приманки которыми можно ловить и щуку и судака вы используя там джиг головки овсетники там чебурашки там все что угодно снасти те же самые и зачем нужно там таскать поверху там на 9 метровый 11 метровый яме джерк и в надежде когда ты там вздумает рыба подняться к нему там но ты лютят сумасшедшая течь как когда такие приманки просто неуместно применять но ты можешь поставить на эти же снасти резинку с другим оснащением и половить и получить удовольствие поймать рыбу ну вот на сегодня и все что я хотел вам показать рассказать надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал вы будете курсе что происходит на джеркмане я я продолжаю делать вторую часть ловля трофейные щуки на ямале немножко есть сложности очень много материала и требует колоссальное время обработки его на этом я с вами прощаюсь до новых встреч виталий а к джеркман